И у нас сегодня с вами следующая тема, очень серьезная, которую мы попытаемся вместе с спикерами решить. Сейчас я представлю спикеров, но перед этим хочу попросить, кто не скачал приложение AdCrunch, у нас будет небольшая сегодня такая импровизация, когда будет очень интересно ваше мнение. Пожалуйста, скачайте себе AdCrunch приложение, и потом мы сможем с вами вместе подискутировать и увидеть ваше мнение на нашем экране. Итак, сегодня у нас тема «Самый дорогой навык 21 века», чему уже сейчас нужно обучать детей, чтобы они были как минимум востребованными, счастливыми в то время, которое на них выпадет. И у нас сегодня несколько очень интересных спикеров. Я хотела вам представить Марию Феликман. Мария – руководитель департамента психологии Высшей школы экономики, доктор психологических наук. Андрей Тисленко – создатель образовательного компаньона, и вы можете увидеть компаньон всегда с Андреем для детей. Мишка. Алексей Паевский – главный редактор портала нейроновости и индикатор.ru. И Дэвид Росс, как написано в Твиттере, образовательный консультант, если так правильно сказать. И прежде чем мы начнем к обсуждению и перейдем к нашей дискуссии, хотелось бы немножко посмотреть, что произошло за последнее время. В одной из книг Адамского Александра Изотовича «Перемены быт или быт» написан кейс, когда преподаватели, министры собирались и обсуждали на селекторы тему в 90-х годах. Стоит ли вводить компьютеры в школу? И вообще, что такое будет с детьми, с обучением, с образованием, если появятся компьютеры? И тогда было огромное количество отрицательных отзывов. Все говорили, что дети перестанут учиться, образование умрет. Но прошло не так много времени, порядка 20-35 лет. И уже сейчас мы видим, что компьютеры с ребенком всегда и везде. У них есть планшеты, у них есть компьютеры, есть телефоны, на которых они уже учатся. Также у нас активно используются электронные доски, электронные дневники, преподаватели, которые, если вдруг ребенок по причине болезни не пришел в школу, могут с ним заниматься удаленно. И это произошло за маленький промежуток времени. И хотелось бы немножко начать нашу дискуссию с того, чтобы посмотреть, как сейчас технологии влияют на образование, что произошло за последние, скажем так, 10 лет. Есть два больших лагеря, которые между собой делятся. И кто-то говорит, что современные дети совсем испортились и не такие, как были 15 лет назад. Кто-то говорит, что они более сообразительные, у них развиты совершенно другие навыки. Как раз вместе с коллегами мы попробуем ответить на эти вопросы. Кто-то будет самым смелым, самым первым. Алексей, спасибо. На кнопку нажать, да. На самом деле, просто я говорю, потому что, наверное, у меня и у Маши есть примеры перед глазами. У меня прекрасная дочка 7 лет, Софья Алексеевна, которую многие знают по тегу софизма в Фейсбуке. Да ничего с детьми не происходит. Они такие же прекрасные дети, как и были. Другое дело, что мозг ребенка, развивающийся, он, разумеется, адаптируется к тем условиям, в которые он поставлен, в тех условиях он растет. Поэтому дети такие же, в общем-то, на мой вкус. Мария меня может поправить. Мария, поправите. Спасибо, Вруди. Итак, все неплохо. Меня тоже очень часто спрашивают, мне доводится много читать публичных лекций про внимание, про познавательные процессы, про метапознание. Мне говорят, современные дети теряют память, современные дети становятся невнимательными. Да нет, я бы не сказала. Действительно, то, что выстраивается в психике современных детей под влиянием технологий, не похоже, соответственно, на то, как развивалась наша психика, как развивалась наше познание. Но это общее свойство пластичности мозга. И, собственно говоря, точно так же мозг средневекового человека, входящего в книжную культуру, перестраивался под ее влиянием. И тогда уже хоронили память с изобретением Гутенберга. Точно так же мозг человека на переходе с XIX в XX век перестраивался под влиянием тех инструментов, которые становились частью обыденности, вроде телефона или фотоаппарата. И да, все это так или иначе становится частью, становится инструментами нашего познания. Оно всегда было разомкнуто в мир, оно разомкнуто в мир сейчас. Я в этом плане большой сторонник философской концепции расширенного познания, где окружающая нас и создаваемая нами среда становится частью нашей психики, ее инструментами. Но познание современного ребенка, собственно говоря, и взрослого человека, расширена в свою сеть. По сути дела, она становится частью нашей памяти. Компьютер становится инструментом организации нашего внимания в поле зрения. Я бы не стала говорить, что это плохо. Это просто по-другому. А как по-другому это и есть та задача, которую должна ставить перед собой наука. Ну, маленький пример. Детей в школе все время ругают за то, что они слушают учителей, параллельно тыкают в телефончике. Потому что они отвлекаются и занимаются совершенно другим. А вдруг они способны к распределению внимания, к эффективной многозадачности. А мы просто не знаем. Мы хорошо знаем, в 80-е это строго экспериментально доказано, что многозадачность тренируема. А вдруг они с нежного возраста отрабатывают этот навык. И он позволяет им существовать в тех условиях, в которые мы с вами, не имеющие этого навыка, не вырабатывавшие его на протяжении столь долгого времени, не обладаем. Но это тоже один из исследовательских вопросов, на которые точного ответа пока нет. Спасибо. Андрей, Дэвид. Я начну с того, что расскажу вам интересную историю. У меня, знаете, моему сыну 17 лет, с другим 19. Мы все весьма любим технологии, вся семья. Даже старшее поколение моей семьи игры играет. Во-первых, первая история. Я, когда был ребенком, знаете, сейчас я уже стар. Я вырос тогда, когда еще телевидения даже не было. Представляете? Я развлекался тем, что читал книги. Когда темнел на улице, я возвращался домой и читал еще 6-7 часов. Всю ночь иногда читал. Моя мама злилась. Она говорила, что я читаю слишком много. Так мне говорили в детстве. Как видите, технологии изменились, но источник развлечения и получение информации тоже изменился. Тем не менее, поведение осталось тем же самым. Но теперь это не книги, как в моем детстве, а технологии. Сегодня дети интересуются технологиями. Я не хочу, чтобы мои дети читали 6 часов в день или компьютерные игры играли 6 часов в день. Нет. Я хочу, чтобы у них был баланс жизни между тем и другим. Думаю о своем более молодом сыне, помладше. Знаете, разница между ними всего до 1,5 года. Но я научил их пользоваться технологиями, когда они были еще маленькими. У нас был Xbox. Они играли очень много в приставку. И играли вместе в основном, кстати говоря. Мой старший сын всегда выиграл у моего младшего сына. Почему? Ну, одна из причин, кстати говоря, младшего сына, который он пошел в школу пораньше и пытался быстрее научиться, чтобы стать лучше и выиграть у брата. Мой младший сын научился читать в 4 года. Почему? Потому что он опять-таки хотел выигрывать у своего брата. Мне не было интересно узнать, почему он хотел научиться читать. Нет, я лишь был заинтересован в том, чтобы он научился читать и мог это использовать. Если он делал это через компьютерные игры, пожалуйста. Главное, в данном случае, результат. Видите, модели сейчас другие. Нельзя говорить, что только книги хорошие, а и все игры плохие. Нет. Есть те, кто читает очень много, слишком много, и не социализируется. Ну, или наоборот. Да. Анастасия, конечно, тяжело говорить после таких спикеров. Но я с одной стороны соглашусь с Марией, я больше соглашусь, наверное, с Дэвидом, что есть разные стороны технологий, которые сегодня существуют. Исследования показали, 60% родителей хотят, чтобы дети больше времени проводили либо в активных играх, либо на улице, и уменьшили время, которое они тратят на планшет. С другой стороны, я согласен с Марией, мы не знаем до сих пор, что происходит с мозгом ребенка, что происходит с его мышлением. Мы даже не знаем, как технологии на данный момент влияют на нас. Тем не менее, есть некоторые исследования, например, тот же самый университет Сан-Франциско, университет Торонто, Сингапура. Это разные, независимые исследования, но все они говорят об одном и том же. 30 минут в день для ребенка в возрасте до 4 лет прямого взаимодействия с планшетом или смартфоном может вызвать первую его зависимость. Эта зависимость влияет на развитие его мышления, на коммуникативные навыки, на его словарный запас. И здесь, с одной стороны, соглашусь, потому что как раз с Дэвидом, что ограничивать эти технологии не только нельзя, это просто невозможно. Мы превратимся в классического персонажа, который борется с ветряными мельницами. Наши дети уже живут в другом мире, отличном даже от нашего мира, в котором мы находимся сегодня в одном и том же моменте времени. Но тем не менее, наша задача – научить их пользоваться этими технологиями, дать возможность пользоваться ими. Простой пример. Я не знаю, как это происходит у Дэвида дома, но есть родители, которых выборы я очень уважаю. Они дают детям планшет, особенно в составах разных современных игр, которые используют этот планшет, с физическими объектами. Но и у них есть свой собственный телефон, с которым они ходят в школу. Но этот телефон и планшет ночью заряжаются в общей корзинке, где лежат все девайсы семьи. Он не уносит его в свою спальню. Это важно. Еще один момент хочу сказать. Я обращусь к нашему Голливуду, потому что мы как раз из него большинство черпаем. Очень старый фильм «Джонни Мнемоник», где герои устанавливают запас памяти неограниченный. Возможно, суррогаты, где человек вообще подключен к роботу, который за него общается во внешнем мире. Технологии развиваются очень быстро. Ховерборды. В скором будущем, возможно, появятся телепорты. Я это не утверждаю. Но технологии держатся очень быстро. Это не говорит о том, что это экономит наше время. Это говорит, что мир вокруг нас становится гораздо больше. Но с моей точки зрения, если мы говорим о том, чему учить ребенка, ценности в этом ускоряющемся мире не поменялись. Это эмоциональный интеллект. Столь популярное сейчас название, которое на самом деле не принесло ничего нового. Это умение общаться. Это умение выражать, понимать то, что ребенок чувствует, и выражать это вовне. Математика. Ей тысячи лет. Ничего не поменялось с приходом технологий. Мало того, для многих детей она стала более ценна. Я не скажу ни одной специализации, которую надо учить детей. Будь то робототехника, либо какой-то язык программирования. Потому что настолько все быстро меняется. Мы не поймем, что будет происходить. Ни один человек в этом зале не сможет предсказать, что будет не то, что через 20 лет, а даже через 5 лет. Но учить учиться, а именно давать вот эту тягу к знаниям, как в случае с семьей Дэвида, когда младший сын захотел учиться читать, потому что ему помогает это двигаться вперед наравне с братом. Вот это самое важное. Потому что сегодня нам приходится учиться в течение всей нашей жизни. В отличие от того, как происходило. Хотя сейчас я учусь. Но, конечно, когда мы были детьми, это было по-другому. Спасибо. Да, я хотела еще немножко докомментировать. Но тем временем Андрей сменил направление дискуссии как раз в сторону самых важных навыков 21 века. Если сделать шаг назад, вот мне кажется очень важным, это вводить все эти замечательные новые возможности в качестве инструментов. Да, современные технологии создают основания для зависимости. Бегущая лента социальных сетей обладает свойством непроизвольного поддержания внимания. Да, компьютерные игры формируют зависимость, которая уже включена в медицинские классификации, в классификации болезней. Но видели ли вы, например, много врачей, зависимых от своих стетоскопов? Или есть ли у вас зависимость, например, от своей ручки или блокнота? Нет для вас это инструмента. Собственно, я со своими детьми стараюсь взаимодействовать так же. Если задачка не решается иначе, значит, мы будем пользоваться замечательными технологиями. Нужно сделать иллюстративный материал, чтобы его увидел весь класс. Да, это будет сделано с помощью компьютера. Нужно найти информацию о каком-нибудь редком биологическом виде. Да, мы полезем в интернет, будем ходить по всем доступным ссылкам, собирать всю информацию. Но я не буду поощрять использование технологий в режиме просто ходить по ссылкам в интернете, просто смотреть на бегущую новостную ленту, а буду всячески подчеркивать вот эту вот инструментальную функцию, подкрепляемую, собственно говоря, вот тем самым, о чем говорил Андрей, а именно познавательной мотивацией, которая, на мой взгляд, тоже представляется ключевым во всей этой истории моментом. Я думаю, важно понимать родителям, да и преподавателям тоже. Здесь у меня медвежонок в руке. Вот взрослым нужно передавать опыт использования с технологиями своим детям. Мой сын, он учился читать как? Он садился на колени, и вместе мы открывали книгу для нас. Мы трогали ее, смотрели на цвета. Когда ребенок учился использовать технологии, он садился мне на колени с ноутбуком, и мы вместе с ним познавали это новое устройство. Видите, здесь за руку ребенка всегда вел родитель. Когда ребенок начинал смотреть телевизор, я был рядом. Я садился вместе с ним и показывал ему, как смотреть телевизор. Я помогал ему взаимодействовать с этой новой средой телевидения. Так что, видите, всегда есть очень важная роль у родителей и у преподавателей помогать осваивать новые технологии, новые устройства. Так что здесь очень важна роль преподавателя и родителей. Я хочу поработать и спросить вас. У нас есть приложение. Зайдите, пожалуйста, в ваше приложение, в наш слот, и вы там увидите вопрос, испортили ли технологии современных детей. Насколько планшеты, гаджеты изменили. И честно для себя ответить, для вас эти изменения положительные или отрицательные. Давайте. Прям в слот. В слот. Прям зайдите в наш слот, и там будет возможность ответить на вопрос. Антон нам подскажет. Антон, где там можно найти? Опрос. Опрос. Так, четыре уже человека справились. Молодцы. Передовые. Специалисты. Так, шесть. Давайте одну минуту, да. И у нас еще будет голосование. Как раз на первом вопросе потренируемся, и дальше сможем уже использовать. Ну что? Осталось еще 10 секунд. У нас 12 ответов. Это пока что, наверное, только 10% аудитории. Посмотрим, как вы справляетесь, да, с гаджетами. Насколько хорошо. Насколько навык у взрослых развит. Быстро и технологично находить. Итак. Ну что? Добро пожаловать в будущее. 94% считают, что технологии не испортили образование, предполагая, что они придерживаются мнения, что они улучшают, да. Помогают качественному образовательному контенту. Теперь мы можем вернуться обратно к нашей презентации и немножко пофантазировать, да, в данном случае. Так, я могу щелкать. Что же такое наше обучение будущего? Да, есть разные предположения, когда класса, как некоторого материального объекта, не будет существовать. Преподаватель будет в одной точке, дети будут в другой точке, при этом они будут все синхронизированы. Насколько это вероятно будущее? Да, предыдущий спикер на предыдущем слоте рассказывал, как он работает в Италии, при этом вся работа делается вон на берегу. Возможно, дети могут лежать на пляже, загорать и при этом обучаться. Также у нас известна гаджетизация, когда лучшие спикеры. Нам не понадобится такое большое количество преподавателей. Нам достаточно будет обучить и сделать уникальными, не знаю, миллион преподавателей на весь мир, и они смогут транслировать свои знания. А возможно, мы пойдем по иному пути. Здесь представлена картинка с кохлеарным имплантантом. Может быть, кто-то из вас сталкивался. Это когда дети или взрослые не слышат, к ним внедряется такой, не знаю, как правильно чип это назвать, или аппарат, который позволяет обрабатывать слуховую информацию и передавать ее непосредственно в мозг. Ребенок или взрослый не начинает слышать. Этот аппарат за него обрабатывает информацию и передает сигналы непосредственно в мозг. Что же мешает в будущем присоединить что-то еще, чтобы увеличивало нашу память, закачивало, как в планшет, да вы закачиваете наши знания, что может быть дальше. И как раз это такой тяжелый вопрос и очень интересный. Технологии будущего, они в руках учителя, или все-таки технологии — это замена учителя? Что будет с образованием? И смело порассуждать и шагнуть. Алексей. Я со своей ответственностью, я про последнее, потому что я про это больше знаю, про нейроимпланты. К вашим сведениям, кохлеарный имплант не прямо в мозг поставляет слух, а просто когда у вас погибли клетки, волосковые клетки в внутренней мухе, он стимулирует слуховой нерв, но не более того. И если кохлеарных имплантов, которые по нервам работают, уже сотни тысяч имплантаций, то сам, когда весь слуховый нерв гибнет, то ствол мозга, там есть операция, 30 имплантаций за всю историю пока что сделана. Это первое. Поэтому даже такие простые вещи, простые, реально простые, как пять копеек по механике, очень сложно сделать. Поэтому про то, что будет что-то напрямую в мозг комплантироваться, ближайшие 5, 10, 50, 100 лет забудьте, не будет этого. История с пониманием того, как работает мозг, с его 86 миллиардами нейронов и триллионами синапсов, плюс еще глиальные клетки, не забывайте, которые тоже участвуют в мышлении. История та же самая, как в той картинке про психологов, 200 лет психологии. 200 лет назад стоят чуваки перед мозгом и говорят, а Сигерин какой сложный. И сейчас примерно та же самая история. То есть при этом количество наших знаний о мозге увеличилось экспоненциально. То есть поэтому в этом смысле нет. Где гаджеты нейротехнологические будут использоваться и уже использоваться сейчас, это, конечно, в контроле. Контроль внимания, контроль каких-то вещей. То, что Мария занимается профессиональным вниманием, контроль за вниманием, когда происходит расфокусировка, какие-то гарнитуры интерфейсов уже сейчас можно использовать. А вот это нет, не будет. С вашей точки зрения, что будет образование? Будет ли оно? Или оно останется такое же, как сейчас? Ничего не изменится? Оно будет, потому, скажем так, мы действительно, прообразовую ценность, уже все сказали, мы можем расходиться. Мы будем учиться учить, учить учиться. Точнее, сохранять этот интерес. Потому что, в принципе, исследовательский рефлекс это базовый рефлекс любого живого организма. Человек здесь не исключение. Мы, к сожалению, очень быстро его убиваем в школе, но исследовательский рефлекс у нас остается. И он постепенно обрастает выше нервной деятельности. Поэтому мы будем учить учиться, мы будем учиться всю жизнь, естественно. и вот именно благодаря этому образование будет тоже не все полностью онлайн, и миллион учителей весь мир не хватит, потому что образование двусторонняя связь. Учитель-ученик. Ученик что-то делает, учитель говорит, переделывай. Ну, со средних веков ничего не изменилось в этом смысле. То есть обратная связь нужна. И если у нас будет только миллион учителей на весь мир, они порвутся, тысячи мелких медвежат, давать обратную связь. А технологии не могут в данном случае его исполнять, давать обратную связь, анализировать? Нет, они смогут, технологии смогут давать контроль. Учет контрольных проверок как домашнего задания, контроль от всего. Да, но опять же, эмоциональный интеллект, личный вклад учителя все равно никуда не денется. Вот мы только что говорили с главой Эдикс, который из Индии. И я ему задал вопрос, он же как онлайн-платформа, говорю, а вот скажите, вы же из Индии, у вас культура учителя, это же тысячелетие. Он говорит, никуда не денется, но оно все равно остается, все равно обратная связь должна быть. А так, да, онлайн, все такое, и всю жизнь. И в этом смысле тоже очень важно, потому что, опять же, тут вопрос не технологии, вопрос наших знаний о познании, о когнитивных процессах, о нейробиологии. Вот эти знания будут максимально использовать для того, чтобы образование было максимально эффективным, минимально утомительным, ну и все было максимально естественным. что мы использовали ту самую нейропластичность, о которой мы узнали буквально, ну сколько, 30 лет как? Ну, с точки зрения нейробиологии, 30 лет. Все первооткрыватели еще живы. Так что, я про это говорю, я не про Ежа Конорского. Вот, все хорошо в этом смысле. Мы будем использовать наши знания новые, вот как раз в образовании в первую очередь. Я могу чуть ответить, апеллирую немножечко. Извините, отвлекся прямо на секунду. Я согласен с Алексеем с точки зрения того, что какого-то скачка замены человека не произойдет, это точно. Абсолютно с вами согласен о том, что, и хотел, наверное, чуть больше раскрыть, о том, что самый качественный эффект, это сейчас применение технологий, это когда технологии являются помощником учителя. Потому что технологии лучше всего фиксируют очень мелкие изменения, которые человек не замечает по своей субъективной натуре. Даже такой поведенческий психолог, лауреат Нобелевской премии Дэниел Кеннеман, он признал, что, будучи экспертом и тестируя студентов в военной академии в Израиле, он делал это хуже, чем простая статистика и вероятность, потому что он вносил туда субъективный фактор оценки, человеческий, на конечном решении. Понимал, подойдет этот человек или не подойдет. Хотя простой, статистический подсчет баллов по оценке его слушателей показывали более лучшую оценку, чем он, являясь экспертом. Так вот, сегодня технологии позволяют измерить все. Скорость ответа, интерес, концентрацию ребенка. Это стало измеримыми факторами. То есть, если раньше мы только смотрели на человека и думали, ему интересно или нет, хотя на самом деле по многим детям очень непонятно, интересно на самом деле ребенку или нет, оказывается, наоборот. То сейчас это становится объективной картинкой. Второй момент. вы спросили Анастасия о том, что это помощник учителя или замена. Самая большая проблема находится в том, что как раз приход технологий это новая зона. Такая же новая зона для учителей и, наверное, в первую очередь для учителей. Здесь большой страх потери контроля над тем, что я делаю. То, что я делаю уже десятилетиями порой. Подумайте о простой истории. В классе 25 учеников, во многих классах 35 учеников, если мы говорим про Россию. В отдельных частных школах 6 учеников. Это хороший показатель. Я знаю класс, где учатся 2. Но даже в классе, где 6 учеников, один преподаватель, учитель не успевает подстроить задачу по сложности под всех этих 6 учеников. Технологии позволяют это сделать максимально. Сделать задачу действительно интересно каждой из 6, учитывая их опыт развития. Здесь вопрос, как тогда действительно применять ли планшеты, применять ли современные датчики, какие средства применять. Вот в этом, наверное, стоит вопрос. Здесь даже большим примером приведу, буду об этом чуть позже говорить вечером, но классическая школа Монте-Сори, она никогда не применяла технологий. Табу, запрещено, нельзя. Это запрет, который может повлечь исключение из сообщества Монте-Сори. Так вот, на самом деле, одна из ведущих школ Монте-Сори, одна из старейших школ Монте-Сори, White Flower из Кембриджа, в Содружестве с МАТИ уже полтора года тестирует технологии фиксации действий детей внутри класса. Мало того, если это начала только одна школа полтора года назад, на сегодня это 17 школ по всей Америке. Школы Монте-Сори, использующие технологии. Поэтому, да, технологии будут в классе, и они будут именно помогать учителю давать вот этот интерес детям. Я, наверное, прокомментирую несколько разных положений, отмеченных предыдущими спикерами. Во-первых, насколько нужно обогащение нашего мозга разнообразными внешними имплантами. я здесь настроена столь же скептически, как и Алексей, потому что, если посмотреть вообще на всю историю эволюции, наш мозг эволюционировал по линии возрастания пластичности. То есть выживали те, чей мозг готов был больше, эффективнее меняться под влиянием вновь приобретаемого опыта. То есть вот это такое получается свойство мета пластичности на протяжении всей эволюции. Наш мозг очень хороший инструмент для того, чтобы учиться. Он предназначен для того, чтобы учиться. Это вся эволюция человека. И поэтому, в общем-то, я не могу сказать, что в этом плане его возможности как-то исчерпаны, нам нужно его чем-то обогащать. Другое дело, что если вдруг я не права, если вдруг изобретут, какой-то инструмент для расширения возможностей мозга в процессе обучения, ну здорово, почему бы не использовать, мы же очки носим. Тоже инструмент, да, и тоже помогающий расширить наши в чем-то ограниченные возможности. Это первое. А второе касается, собственно говоря, организации обучения. Уйдет ли оно в онлайн-формат, уйдет ли оно в режим трансляции, да, так на самом деле учатся дети по всему миру, в частности, огромное количество русскоязычных детей в эмигрантских семьях учатся в московских школах, просто подключаясь по онлайн-трансляции к работе класса. Но есть огромное количество умений и навыков, которые в онлайн-формате сформировать крайне трудно. И это не только область сегодня многократно упоминавшегося социально-эмоционально-этического обучения. Мы вот только что на прошлой неделе проводили в вышке двухдневный семинар на эту тему. Это и область, собственно говоря, связанная с развитием познавательной сферы. Почему так? Потому что в обучении помимо вербального канала задействованного в онлайн-трансляции, но вместе с картинкой говорящей головы есть довольно-таки большое количество невербальных механизмов, прежде всего базовый для человека механизм совместного внимания, то есть сонаправление фокуса внимания взрослого и ребенка, который уже появляется к полугоду и года уже формируется очень эффективно, и мы можем его видеть в работе экспертных команд, которые не нуждаются в разворачивании в речи всего того, что нужно для организации их совместной работы. Вот в обучении, начиная просто от усвоения языка и заканчивая получением разных сложных знаний, вот это совместное внимание играет довольно-таки большую роль, и именно его воспроизвести в режиме трансляции оказывается довольно сложно, потому что собственно говоря, в этом разорванном варианте фокуса совместного внимания просто нет. Объект совместной деятельности ученика и учителя как таковой просто теряется, выходит, да, или должен быть описан в развернутой коммуникации, что оказывается не всегда возможно. Но, тем не менее, в тех случаях, где мы говорим просто о получении информации, просто о получении знаний, конечно же, эти форматы будут расширяться и распространяться все дальше и дальше. А я хотел бы согласиться как раз с предыдущим комментарием, потому что есть много моделей и я вообще не вижу никаких приспоситов для того, что машины заменили людей в ближайшем будущем во многих странах, включая Россию, есть робототехника, роботы используются для промышленного производства и на самом деле сейчас есть такой феномен как коботы, то есть это роботы, которые работают вместе с людьми. Я думаю, что наверное, вот это такое направление, в котором будет идти дальше развитие процесса. Есть еще один комментарий, на самом деле я работал в школе, в шестом классе, в очень такой бедной школе, был серьезный район серьезной криминогенной ситуацией, вот это было в Лос-Анджелесе и в 15-ти милях от Диснейленда и там на самом деле были дети, которые никогда не были в Диснейленде и такое же расстояние было от пляжей, никогда эти дети не были на пляже, поэтому есть определенные возможности, которые позволяют создавать такую дополнительную реальность, потому что они заполняют эти пробелы, таким образом используя Google и другие платформы появляется обмен информацией, я знаю, что многие студенты допустим и в России есть учащиеся и в США на самом деле не всегда хватает учисли, поэтому есть технологии, которые позволяют студентам, опять же учащимся из бедных районов получить какой-то доступ к квалифицированной помощи и знаниям по специализированным отраслям, поэтому я считаю, что это может в первую очередь использоваться для тех учащихся и детей, которые живут в бедных районах. Больше статистика покажет ответ на вопрос. Давайте немножко отбросим невозможное о том, что мы поговорили, что мозговые импланты это невозможное, но представим, что в недалеком будущем у вас появится возможность внедрить нечто, мозговой имплант для того, чтобы улучшить память вашему ребенку. Это повсеместная история, это не экспериментально, это уже состоявшийся научный факт, что мы можем улучшить память с помощью мозгового импланта. Сделали бы вы это или нет? Пофантазируйте немножко. Так же, как сегодня. Для улучшения зрения вы покупаете ребенку очки. Помогли бы вы ему, улучшив его память? Статистика у нас чуть выше, уже вроде за 40 секунд. Давайте, вот, 15, отлично. Сейчас мы посмотрим, насколько вы готовы шагнуть в будущем, к цифровой информации. Потом вы будете уходить, кто ответил «да», они так направо, кто ответил «нет», налево. И вас там будут встречать. Ну что, давайте посмотрим результаты. Угу, неоднозначно, действительно, прямо аудитория практически поделилась пополам. 59% «нет», и все-таки 41% «да». Отлично, хорошо, тогда 41% уже практически одной ногой в будущем. Мы посмотрим теперь, что же. Ай, можно презентацию, пожалуйста, включить. И у нас сегодня был с вами самый главный вопрос, который нас всех интересовал. Это вопрос, что же будет самым главным, самым дорогим навыком 21 века. Здесь изображены навыки, которые на данный момент утверждены. И Мария буквально пару дней назад мне сказала, что их уже поменяли. Даже навыки трансформируются быстрее, чем мы готовим презентации. Вот. И подумать, какой же главный навык 21 века. Возможно, это эмоциональный интеллект, как мы говорили, навык умения учиться, навык обучаться. Возможно, это навык некой осмысленности происходящего. На фоне огромного количества возможностей ребенку уже сейчас нужно понимать и выбирать, а чему он будет учиться. Это некий хаотичный процесс, когда он просто берет и обучается всему подряд, и что-то ему пригодится. Либо он осознанно подходит к этому навыку учиться. Многие из нас наверняка регистрировались на Курсера, на Лектории, Еду и начинали какие-то курсы, предполагая, что астрономия это то, что мне сейчас нужно, но буквально на третьей лекции почему-то интерес угасал. Это как раз о том, насколько эти навыки будущего нам пригодятся. С моей стороны, мне кажется, осмысленность это одна из ключевых навыков и компетенций, которая должна быть у будущего человека и у детей, которых мы воспитываем сейчас. Это некоторое философское взгляд на образование. И было бы очень интересно послушать спикеров. Как всегда. Про осмысленность я считаю, что она всегда была нужна. В общем-то, что говорить-то. На самом деле, мне кажется, что все-таки все изменяется. Я не понимаю смысла, зачем мы выбираем. Почему нужно выбирать осмысленность или умение учиться? Или эмоциональный интеллект? Все нужно. Я не знаю, что главнее. Опять, кому как. Вопрос. Я не могу выбрать для себя. Давайте попробуем. Может быть, кто-то из коллег к вам поможет, раз вы рискнули, ответить. Мне кажется, сама постановка вопроса не очень корректна. Потому что, когда мы говорим о образовании. Это постановка вопроса для патрульничества, а не для системы образования. Мне так кажется. Но, тем не менее, навыки образования 21 века выделены. Есть какие-то определенные. Изменятся ли они в будущем? Хорошо. Да. Опять же, вопрос о смысле был всегда. И франкловская знаменитая книга «Человек в поисках смысла» написана не сейчас, а в 40-е годы. Но и до него эта проблема была актуальна. Это, собственно говоря, вопрос о детерминации нашего поведения не в прошлом, а в будущем. О целенаправленности всего того, что мы делаем. Но вот что кажется важным мне, и то, что, собственно говоря, я поддерживаю в качестве ключевого, только не навыков все-таки, а способностей или системы умений, это обучаемость, умение приобретать новые умения, новые навыки, которые основаны на управлении собственным образованием. В свою очередь в основе этого лежит замечательное понятие метапознание, то есть знание о том, как работает моя память, как работает мое внимание, как я решаю разные типы задач, и, собственно говоря, регуляция процесса приобретения знания, связанная с постановкой задач, планированием движения к цели и контролем, насколько это производилось эффективно. И, собственно говоря, метапознание в школе, в классной комнате начинается не с вопроса, который любят задавать учителя, дети, что мы сегодня выучили. Нет, он начинается с вопроса, во-первых, дети, а как мы это сегодня выучили, и самое главное, а зачем мы это сегодня выучили, потому что как только у нас есть это зачем, мы найдем способы получения соответствующих знаний. то, конечно, одним из важных подчиненных навыков я бы назвала навык поиска нужной информации, навык работы с информацией, навык отбрасывания лишней информации, то есть фильтрацию, это все навыки подчиненные, главное, это, собственно говоря, уметь учиться, уметь приобретать знания, умения и навыки, которые мы не можем прогнозировать вперед, да мы не знаем, какие профессии понадобятся через 10 лет, мне очень понравился используемый маркетологами термин профессии пенсионеры, у нас таковых становится все больше и больше и больше, да, а появляются какие-то новые, для которых специалистов нет, наша система высшего образования просто не умеет их готовить, и, соответственно, когда человек попадает в такую профессию, ему нужно научиться выполнять соответствующие функции, и здесь без этого умения учиться никак, и второй навык, на который я бы сделала ставку в будущем, это, опять же, система, сложная совокупность навыков и умений коммуникации, да, технологии нас разъединяют, и одновременно технологии нас соединяют, и, в общем-то, более-менее очевидно, что наш век, век глобальных сетей, это век коммуникации, и их эффективное выстраивание кажется мне одним из ключевых навыков 21 века. Маша, можно я буквально словом допомню про информацию, умение искать информацию, умение отбирать, и еще умение ее верифицировать, это важно. Если касаемо навыков, для меня осмысленность на самом деле это хорошее очень обобщение, которое, я согласен с Алексеем, с Марией, разделять все остальное как-то бессмысленно вкупе. А я бы вернулся на самом деле к результатам опроса, которые были 41 на 59, что для меня, честно говоря, полная неожиданность, прям полная, потому что, когда вопрос прозвучал, я подумал, поставил бы я чип своему ребенку, но я попробовал перефразировать, если бы был другой вопрос, поставил бы я чип себе, вот скорее бы я бы, наверное, попробовал второй вариант, чем первый. Почему я больше был удивлен этому вопросу, потому что это точно находится в зоне нового. Я уже прям приготовил речь, что, конечно, Анастасия, вы нашли тех самых ранних адептов новой технологии, которых всегда маленькое количество. И только когда технология проходит вот эту пропасть, потому что люди с RFID-чипами, с накопителями, флешками, ускоряющими, есть устройство, которое внедрено человеку и транслирует цвет в звук. Он не видит цвета, он видит только черный, либо белый, устройство позволяет ему слышать цвета. Все это существует, но этот страх перед технологией, он все-таки в нас первичен. Страх всего нового с древнейших времен ничего не поменялось. Поэтому я просто хотел выразить свое небольшое удивление вот этими результатами, и может быть, у нас здесь как раз зал ранних адептов новых технологий. Ну что ж, хотел бы сказать, что я уже отчасти робот, во мне есть машина, устройство, и она помогает мне жить, потому что я не против всяких разных имплантантов, но нужно помнить о том, что сейчас мы уже используем и технологии в виде лекарства, различных химических элементов, которые уже повышают наш объем внимания и так далее. То, что технологии, это не только лишь электроника, нет, технология это гораздо более широкое понятие. И технологии уже в нас, уже давно. Кстати говоря, я был главой одной компании, уже 25,5 года я возглавляю неполитетную организацию, у нас есть свой сайт, мы создали сет навыков, набор навыков, которые будут важны в 21 веке. И мы говорим, что это 4C на английском, коллаборация, критическое мышление, коммуникация. Все эти навыки крайне важны для всех, вне зависимости от того, как технологии будут развиваться в будущем. Это те навыки, которые нужны в 21 веке. Вы сказали об осмысленности. В Стэнфорде было предъявлено исследование и целая работа была опубликована о осознанности. Но знаете, чтобы быть коммуникативным и чтобы быть творчески активным, недостаточно быть осмысленным. Но осмысленность, конечно, помогает вам продолжать работу над улучшением своих навыков и умений. Так что дело лишь не только лишь в навыках, но еще в вашем настрое, личном настрое. Именно это определяет ваш успех. На всякий случай я просто подслушала переводчика, да, речь все-таки не о личном настрое, а о смысловых установках, которые выше и hard skills, и soft skills, и которые, собственно говоря, определяют для человека то, ради чего он учится, то ради чего он действует, то ради чего он живет. Спасибо большое. Ну что, теперь нам с вами тоже нужно немножко подумать, да, и еще разочек проголосовать. Заходите в приложение, это самый дорогой навык 21 века, там представлены разные навыки, вы можете выбрать несколько при необходимости, мы посмотрим, что же все-таки преобладает. Как раз те, кто ответит цифровой интеллект, вместе с мозговыми имплантами, мы с вами, как сказал Андрей, то будущее, которое возможно. Я хотела отдельно поблагодарить спикеров, большое спасибо за дискуссию, пока у нас идет подсчет, только два человека смогли ответить на этот сложный вопрос. Дорогой, в принципе, ценный, 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 важный, 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 важный. Этот вопрос дается тяжелее, либо выбор, когда более 10 ответов для вас уже сложнее, было проще ответить да или нет. Еще 10 секунд, и мы посмотрим результаты. но я хотела бы немножечко рассказать. Сейчас посмотрим результаты. 18 человек, и так мы сможем системное мышление, критическое мышление мы видим, а мы можем посмотреть остальные или не можем посмотреть остальные? Антон? остальные мы можем посмотреть навыки, их было больше? Было 5? Остальные? Вот, вот, их было больше. Кто особенно умеет пользоваться гаджетами и умеет скролить вниз, тот смог ответить и увидеть чуть больше, чем все остальные. это как раз о тех навыках 21 века, которые есть у каждого из нас. Да, насколько мы можем расширить то, что мы видим. Итак, у нас критическое мышление, осмысленность, что еще, и системное мышление. Ну, переобучаемость, обучаемость у нас идут наравне. В данном случае аудитория, как мы видим, подтверждает мнение спикеров. И вернемся к презентации. Еще раз хотела большое спасибо сказать спикерам и участникам. И хотела бы закончить свое выступление некоторыми данными. Вернемся к презентации, если возможно. Что происходит сейчас? Если смотреть литературу и те маленькие кусочки, которые мы сейчас уже можем увидеть в исследованиях, это не тотально. Это, можно сказать, песчинка пока в пустыне, но из песчинки тоже раздаются вихри. И мы можем посмотреть, что в 12-м году уже были первые попытки расшифровки мозговых нейронных кодов. В 15-м году изобрели метод дизайнерских детей. Это когда через метод ЭКО вы можете выбрать пол ребенка, можете выбрать его цвет кожи, цвет глаз, цвет волос. И это было в 15-м году, это уже здесь и сейчас. И 19-й год, космический туризм, Илон Маск отправляет первых туристов в космос. Поэтому кажется, что будущее далеко, но оно уже здесь, если мы взглянем на те первые попытки шагнуть в это будущее. Поэтому большое спасибо и добро пожаловать в будущее. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.